Всем привет-привет! Момент Х настал! Момент День! Нам везут шкаф. Ну, должны привезти. Во всяком случае, сегодня обещали. И буду сейчас себя разгружать Димкин в шкаф. Конечно, сейчас заспанная, потому что меня рано разбудили. Вот представляете, я сегодня думала, может быть, хотя бы до восьми я смогу поспать. Вот так Дима мне показал и начал будить семью пятнадцати. И не то, чтобы там какие-то срочные дела. Нет, просто мамочка, вставай. Мамочка, а мне нужно задать тебе очень интересный вопрос. Пол восьмого утра. Короче, я не выспалась. Я хочу спать. Но я так рада, что будет стол. Мы уже здесь все разгрузили, то, что сверху шкафа было. Вот эту доску. Короче, я пока так поставлю. Потом буду ее разбирать. И шкаф. Шкаф, шкаф, шкаф. Я в шоке немножко. Кстати, я начала вылаживать VLX. Выложила коляску Димыну, стульчик для кормления. Ну, короче, начала бизнес. Просто она стоит, кому она и надо. И сейчас буду потихоньку выкладывать все вещи, которые мне не нужны. И это будет вот эта вот дубленка. Это Дениса дубленка. Но он в ней ходить реально не будет. Она натуральная. Я, конечно, не очень понимаю, за сколько ее выставлять. Потому что мы ее покупали, по-моему, за шесть тысяч. Ну, это в гривнах. Потому что мы покупали в долларах. Ну, тогда был курс доллара пять. Но на тот момент, если перевести в гривны, то это было шесть тысяч. Ну, короче. Она классная. Вопросов нет. Она кожаная. Внутри здесь... Я не помню, что внутри. Денис помнит. Вот здесь норочка такая блестящая. Ладно, тут ничего не видно. Я так поставила камеру напротив света. Может, я вас переставлю? Вот. Может быть, так лучше? Ну, короче, это натуральная норочка. Надо ее продать. Правда, у нее есть один дефект. Один-один единственный. Где же он? Где же он? Где же он? Не найду. Из-за того, что она висела вот здесь в шкафу. И... А вот эту штучку терлась. Вот. Короче, там, где она открывается, она поцарапалась в одном месте. Здесь. Здесь почти не видно. Вот. Видите? В принципе, это место почти под мышкой. Не знаю. Но надо ее продать по-любому. Ну, пока не все равно будет здесь. И... Так, вешалки, я думаю, надо бы сложить в пакет. Так будет удобнее. Понимаете, хочется так разложить, чтобы потом удобно это все сложить можно было. Еще даже есть наволочка. Я ее вышивала сама. Единственное, что... Нитки у меня были не покупные. Ну, в плане это... Как сказать? Ну, вот была схема. И я не ходила, не покупала точные цвета. То есть, я подбирала на глаз всех ниток, которые у меня есть. Поэтому грибочки немножко коричневые. Ну, такое цветовое сочетание не очень. Ну, я как бы человек вышивки с опытом. Уже могу сказать, что это, конечно, жесть. Плюс... Ой... Как вот это называется? Короче, большой стежок, который вот этот обводит, он у меня здесь тоже сделан неправильно. И ткань у меня здесь сама канва крупная, желтая. То есть, она уже была старая. Не знаю, вот это огромная ошибка. Люди, которые собираются вообще покупать себе вышивку, никогда не надейтесь на какие-то схемы, которые понравились. А там подружка дала еще что-то. Нет. Идите и покупайте наборы. Сейчас, ну, как бы на данный момент я не могу точно сказать. Но, ну, во-первых, Dimensions это будет всегда самый, ну, один из самых лучших фирм для вышивки крестиком. Хотя у них сейчас они и рисовать, у них есть вот эти наборы для раскраски. Что вам еще? Срибно мыть, ривно мыть. Ну, короче, там очень много. Не надейтесь на схемы с интернета, потому что все-таки на вышивку идет много времени. И результат в итоге должен быть качественный, который вам будет нравиться, а не, ну, на первый раз я так попробую, там вышью, понравится, не понравится, и ладно. Вы тратите свое время, поэтому разумно будет купить нормальный набор. Но вообще это моя не первая вышивка, и не знаю, на что я наделась. Просто я была беременна, у меня бушевали гормоны, и я пыталась чем-то себя занять. А точнее занять руки, чтобы рот не занимать. Ладно, думаю, вы меня поняли. Димона подушечка. Он на этой подушке спал, я не знаю, наверное, как год спит на обычной подушке. И то она у него такая тоненькая, и он ложится, она прям проседает. Это специальная подушка. Да, только она кривая, потому что была сложная. Для маленьких деток, чтобы у них голова была немножечко приподнята, ну, совсем новорожденная. Ну, чтобы там отрыжек не было, ну, вот этого всего. Короче, подушечка должна быть в любом случае, но многие врачи говорят, что подушка не нужна. Дети должны спать без подушки, потому что есть момент асфиксии, то есть это удушение, ну, когда дети переворачиваются на животик. Поэтому это такая дырявая подушечка, то есть ты как не уприся лицом в эту подушку, ты дышать сможешь, и он спал у меня на этой подушке. Вообще у нас их было две в кроватку и две в коляску, но я не помню. Не помню, по-моему, одна у братика. Коробка с интерактивного робота, Дима им почти не играется, и хорошо, что я сохранила коробку, потому что у меня в мыслях его продать. Реально, робот обалденный. Он именно для тех деток, которые увлекаются робототехникой, либо же, ну, в принципе, IT, вот это, программирование, потому что этот робот, он именно для программирования. Очень интересная штука. Единственное, что нет русифицированного приложения. Ну, я думаю, это не проблема, там и так все понятно. И тададам! Это я покупала, Димка был маленький. Я очень хотела сделать слепок. Но если вы видите, что оно запечатано, значит, слепок я так и не сделала. Потом думаю, так, подарю-ка я одной куме. Потом что-то забыла. Потом думаю, подарю-ка я второй куме. И опять забыла. Ну, короче, не знаю. Просто эта штука, наверное, неудобная. Из-за того, что здесь гель, который, ну, долго застывает. И я не очень понимаю, ну, как можно задержать вот это. Хотя, не знаю, может, Димке сейчас сделать? Сейчас-то он понимает, что Дима не шевели рукой. Раньше что-то ему скажешь. Он ничего не понимает. Так, теперь разбираем. Наш в мольбе. Что ты делаешь? Разбираем. Надо что-то не делать, ты собломаешься и все. Что ты хочешь? Все, пришел и трендит. Ну, потому что ломаешься. Так, вот надо было с мамой. Зай, я на камеру снимаю. Ой, что ты раздевается? Ты в ютуб хочешь? Да, звездой, Сань. Комочек, вылазь. А можно вот здесь проверить? Нет, туда нельзя залазить, Димочка. Ну, нельзя залазить, оно может поломаться. Зай, дашь, нельзя? Не-не-не, Дим, не надо. Ну, там, где под этими. Ну, он залезет, ну, просто пусть в стенку заднюю не давит. Так, не в самую нижнюю, под штангой. Ну, пусть залезет. Там же шибра-розкости есть. Ну, какой ребро, да я боюсь, а ну, только шкаф привезли. Что вы делаете? Да дай закрою тебя. Да стой, там у него это упало. Нет, упало. Так, все, смотрите, какая у нас красота. Как я счастлива. Кстати, на камере, да, он такой зеленоватый. Зеленоватый, ну, он как бы и есть примерно такого цвета. Он... Пока. Из-за того, что это стекло у нас обыкновенно, есть какое-то стекло диамант, но оно супер-пупер дорогое, тогда оно прозрачное. Так как стекло у нас, ну, вот так в профиль, любое стекло зеленоватое, отдается такой оттенок. Меня предупреждали. Но на камере, наверное, больше. В жизни не так. Ладно, вообще, это фигня. Если бы я не сказала бы, я думаю, вы бы не заметили. А, вот, да, все отражается. Но здесь у нас две штанги, так как вещи у Димки маленькие. Ну, и, в принципе, потом, если что, ее уберем, как бы, не проблема. И вот такие вот палочки. Здесь, конечно, такие глубокие. Я думала, что они будут меньше. Ну, это, конечно же, хорошо, что они больше. Просто почему-то я думала, что они будут меньше. И теперь, и теперь мне вот это все. Вот такое впечатление, как будто бы мы переезжаем. Надо вот это все разваживать обратно в шкаф. Не знаю. Сейчас буду включать музыку и буду все раскладывать. Я уже все везде помыла. Все вот эти, вот эти штучки позаклеивала. Потому что они говорят, вот, не надо клеить. Типа, они потом все равно отвалятся. Но на самом деле оно, короче, ну, вещи так царапало. Мне не нравится. Я все заклеила. И я говорила только про один шкаф. Про второй, по-моему, я не говорила. Сейчас я его покажу. Вот такая вот у нас красота. Я его совсем случайно заметила в магазине. Получается, заходила и он мне в глаза бросился. И он мне так понравился. Дениса пришла домой и рассказала. Он говорит, ну, пойди, посмотри, сколько стоит. И, в общем, он у нас дома. Смотрите, какой он красивый. Не сильно. Ну, почему не сильно? Открывается. Здесь стеклянные полочки. Я пока еще до конца не поняла, что я здесь буду ставить. Но он мне очень-очень нравится. Дим, не надо. Вот, смотрите, можно положить? Димочка, я здесь уже стекла все помыла. Так что уходи оттуда, не трогай. А вот вам наглядный пример, какое стекло. Оно идет зеленоватое. Есть специальные стекла диамант, но они очень дорого стоят. И просто за стекло переплачивать я не стала. И вот здесь такие две полочки. Я тоже уже все помыла. Сейчас буду воевать. Ну и, собственно, как-то вот так у нас выглядит зала. Там, конечно, еще порядка до конца нету. Плюс димоны лекарства. Но, да, в идеале я бы хотела быть такой же здесь. Но будет пока местак. Что это? Нам еще предлагали вот сюда купить с этой же серии такой комод. Но я не хочу. Вот этот стол мы вообще будем куда-то убирать. Попугая. Пока не придумали, куда. Как придумаем, куда деть попугая и поставить. Посмотрите на него. Дима, будь своего шарика. Но самое главное, что у Димки шкаф готов. И я так этому рада. Сейчас я буду заполнять. Обувь, буду все вещи сортировать. Короче, я как все сделаю, я покажу. Потому что процесс этот не быстрый. Включу музыку, буду релаксировать и все складывать. Влазь. Влазь. Какие у тебя пятки грязные. Конечно, да, пенопласта было кучу. У нас. Я так его позаметала, но еще полы не мыла, не убирала. Камера перестраивается. Давай, велась. Так, ну я почти справилась. Здесь осталось себе вот это убрать. Это Дениса Дубленко. Надо ее сфоткать и выложить в интернет. Здесь я ничего не делала. Ну, короче, убрала вещи. Короче, вот это все едет к маме. Здесь мягкие игрушки, старые игрушки, коробка с пеленками, вещи его, которые маленькие на него. Короче, это все едет к маме. И в шкафу. В шкафу я все сложила. Сразу скажу... Сейчас дверь закрою. Тут все шумят. Сразу скажу, что мне не нравится. Как-то полки слишком высокие, глубокие, и получается, что все навалено. Вот это все, что я в коробках складывала, здесь вообще смотрится странно. Сюда бы по большому счету, конечно, ящики. Но каждый блок ящиков, ну то есть два ящика, это 600 гривен, ну такие выдвижные. И те, которые я смотрела, мне очень не понравилась система. И эти бы полки были бы очень маленькие. Ну, ящики были бы очень маленькие. Пока так, не знаю, вечером залезу в интернет, буду искать, может быть... Ну, я не знаю, какие-то органайзеры для хранения. Потому что это вообще не дело. Вот эти штаны огромной стопкой стоят. Как их все доставать? И не знаю. Конечно, вещи сложены аккуратно, да, но как это выглядит все вместе, мне абсолютно не нравится. Там у нас белье постельное, так оно и будет. Сверху вещи, которые на него большие. Там все большое. Конечно, да, он вместительный, он очень большой. Вот там у нас вообще пустая полка оказалась. Внизу, получается, сюда я сложила все его рюкзаки. Это обувь, которая на него большая. Вот здесь 32-й, 33-й. Это обувь, которая на весну. Сейчас все на него нормально, поэтому я сразу подготовила, что он будет обувать. С этим пакетом я так и не разобралась. Я просто уже очень сильно устала. И буду потом складывать это все вещи, которые прямо на него большие. Если здесь в этой половине тоже есть вещи, то что большие, то здесь там аж вперед на года 2-3. Кофты и здесь его все курточки. Здесь есть, конечно, куртки. Вот, например, как вот эта. У нее возраст. Возраст, возраст. Написан возраст. Ну, короче, это прям очень большая курточка. Не знаю, мне кажется, на лет 7, я думаю. Но она тоже здесь висит. Короче, шкаф классный, вместительный. Я очень рада, просто я уже немножко устала. Там пусто, там две коробки. Короче, как-то так. На сегодня все, я задолбалась. Просто я изначально хотела сложить так, чтобы потом не перескладывать. Но все-таки придется, потому что это не дело. Вот так все навалено, и получается оно в два ряда. Тебе нужно доставать стопки, а это нелогично и неумно. Буду искать какие-то органайзеры. Если нет, ну, значит, придется заказывать ящики, что очень не хотелось бы. И даже не знаю. Да, проблема. Кто-то скажет, ой, и так пойдет, а мне не пойдет. Мне не нравится. Я хочу, чтобы было красиво. И здесь, когда я все разгребусь. Хочу ходить по квартире и так, ой, как чисто, как красиво. А сейчас я хожу, и меня все бесит. Ты что в зале, в шкафу? Я еще ничего не складывала. И, не знаю, может быть, что-то сегодня начну, посмотрим. Вообще все. Я хочу спать. Я устала. Что вы тут вытворяете? А, видно. И смотрите, как это выглядит. Усталая. Ух ты. Коротяк. На сегодня это все. Это все, на что меня хватило. Я здесь выставила коробочка, коробочка, коробочка. Коробочка. Это не конечный результат. Просто выставила, а там посмотрим. И внизу. Кстати, по поводу ручки. Ручка вот. И ручка должна была быть здесь. Но так как дырочек здесь нет, я говорю, не зачем здесь делать ручку. Сделаем как будто бы скрытого монтажа. И она вот так вот открывается. И внизу с другого шкафа сюда переставила. Здесь у нас фотографии. Здесь мои журналы. Ну, не вот эти, а вышиваю крестиком. Настольная игра. И книги. Ну, это то, что взрослые книги. На самом деле, книг у нас очень мало. Так как основную часть я все же читаю в телефоне. Кстати, начала читать книжку про... О, как она? Правильное название. По-моему, очаровательный кишечник. Уже прочитала процентов 30. Это я только вчера начала читать. Прикольная книжка. Интересная. И я, честно говоря, в шоке за некоторые моменты, что у нас кишечник напрямую связан с ртом. Причем не с тем, что вот идет вот трубка здесь, там, где пищевод. А именно во рту у нас есть определенные сосочки. Ну, короче, это очень прикольная книжка. Так что, к чему я? Я опять ушла от темы. К них у нас мало. Не знаю, что там еще будет. Но... Ну, все. Я реально, я очень устала. У меня уже блядь в глазах, голова. Сегодня я сидела, смотрела вот эти разные коробки, там, чтобы ставить в шкаф. Не знаю. Пока ничего умного не придумала. Денис предлагает заказать ящики. Но я не хочу. Реально ящики очень дорого. Мы только что смотрели. Если брать систему скрытого монтажа, именно... Ну, короче, они такие прикольные получаются. Там мало места воруется. То где-то 600 гривен один ящик. Ну, как бы... Как бы дорого. Не хотелось бы. Не знаю. Буду еще искать. У нас, кстати, в Украине открылась IKEA. Она открылась в Киеве. Но через интернет-магазин можно что-то заказать. Ну, я туда заходила, смотрела цены. Ну, такое. Как бы там есть и дорогие, и дешевые. Я бы, конечно, очень хотелось бы именно прогуляться по IKEA посмотреть. Не знаю. Может быть, там посмотрю какие-то ящики. Посмотрим. Буду что-то искать. Буду думать. Потому что неудобно, когда оно все в два ряда. Когда вот эти высокие стопки. Открываешь шкаф, и там хаос какой-то. Мне это не нравится. Конечно, когда он подрастет, вещи будут больше. Ну, в смысле, по размеру больше. И не будет так смотреться все. А на данный момент, конечно, удобнее всего это ящики. Но у нас не ящики, у нас полки. Так что будем выкручиваться. А сейчас уже будем нести Димку спать. Потому что... Потому что все. Надо лечь спать и отдохнуть. И потом завтра с новыми силами буду опять что-то складывать. Обязательно покажу. И буду рассказывать, как у меня получается все везде организовать. И привести квартиру в порядок. Потому что на данный момент, мне кажется, то ли бомба упала какая-то. То ли мы куда-то уезжаем. То ли только заехали. У нас все везде валяется. Лежит. Я не люблю. Я люблю, когда визуально чистота, а не хаос. И вот это все наброшенное. Не нравится мне. Так что всем пока-пока.